Медиация Медиация у нас известна в Казахстане с 2011 года, когда был принят закон о медиации. Медиация – это способ урегулирования конфликта, спора, при помощи нейтрального посредника, когда стороны добровольно участвуют в этой процедуре и сами принимают решения. Вот что такое медиация. Чем медиация отличается от иных способов урегулирования споров? Давайте посмотрим, например, если сравнить медиацию с судом. Это самые большие различия, потому что суд – это государственный институт власти. И мы уже приблизительно знаем, что такое суд, что суд рассматривает только правовые споры, применяет законы и выносит решения на основании законов. Суд рассматривает спор, разрешает, исходя из того, какие права и обязанности есть у сторон. Медиация, в отличие от этого, она не разбирает вопрос, какие права и обязанности. Медиацию интересуют больше интересы. Что движет сторонами, почему стороны вошли в этот конфликт, что им нужно, какая их потребность, и самое главное, как найти выход из этого конфликта. Медиатор отличается также и от других способов урегулирования спора, альтернативных, как мы говорим, например, от третейского суда, от арбитража. Хотя и то, и другое, это уже, можно сказать, институты гражданского общества, то есть государство здесь не вмешивается, не участвует. Но, с другой стороны, арбитр, когда принимает решение, он ближе к суду, то есть он разрешает правовой спор на основании, опять же, прав, обязанностей сторон. В отличие от этого, медиация, опять же, она занимается интересами сторон. Кроме того, медиатор — это не адвокат, это не консультант, это нужно понять четко. Медиатор — это посредник, и он посредник нейтральный. Медиатора иногда называют помогающей профессией, потому что самая главная его функция — это помочь сторонам конфликта друг друга понять, друг друга услышать, помочь, помогающая профессия поэтому. Вот что такое медиация. Теперь давайте посмотрим, что такое этномедиация, и чем она отличается от медиации. Этномедиация — это один из видов медиации. Медиации видов несколько. Это медиация трудовая, семейная, в уголовном судопроизводстве, в административном судопроизводстве. И вот сейчас у нас в жизнь активно входит этномедиация. Этномедиация — это тоже медиация, то есть урегулирование конфликта, но уже в сфере межэтнических отношений. То есть когда в споре у нас участвуют представители различных этносов. Давайте посмотрим, что это могут быть за конфликты и споры. Вот вроде бы пример семейного конфликта. Муж с женой спорят, расторгают свой брак, делят свое имущество. А если они одной этнической принадлежности, то это так вопрос и останется в сфере семейной медиации. А вот если они представители различных этносов, ведь у нас много браков межэтнических в Казахстане, это для нас не редкость, не новинка. И как тут быть? Надо сказать, что не любой спор с участием представителей различных этносов попадает в сферу этномедиации. А как он может попасть в эту медиацию? Тогда, когда стороны спора, конфликтуя между собой, начинают бить на принадлежность другой стороны к другому этносу. То есть оказывается, наш конфликт возник не потому, что у нас разные характеры, кто-то меньше зарабатывает, а оказывается потому, что ты другой национальности этноса, мы говорим. Оказывается, у вас вот такая вот культура, у вас. То есть когда уже в этот семейный конфликт начинает появляться такая нота. Мы и они, свои и чужие. И мы понимаем, что за каждой из сторон стоит родня, знакомые. То есть вот этот маленький индивидуальный спор по расторжению брака и раздела имущества оказывается может перерасти в межэтнический конфликт. Почему? Потому что здесь мы начинаем противопоставлять одну культуру этноса другой. Вот мы лучше, а вы хуже. Точно так же, когда в конфликте участвует, например, драка в школе. Когда дети принадлежат к различным этносам, и когда они не просто опять же подрались, разобрались и поставили там точку, а начинают двигаться дальше, углублять этот конфликт и говорить «Вот придут, вот мой старший брат, вот придет мой дядя». И родня, значит, взрослые, вместо того, чтобы разобраться, ну, как сказать, кто прав, кто виноват, и обоим сделать внушение, обеим сторонам, вместо этого «Ах, так, вот они такие сякие, а все потому, что мы», и опять дальше идут уже аргументы о том, что мы различных этносов. Чем, можно сказать, этномедиация отличается от медиации? Тут правильнее говорить не об отличиях, а об особенностях этномедиации. Особенности, наверное, следующие. Во-первых, этномедиация, конфликт межэтнический, он намного опаснее, чем просто обычный спор-конфликт. Почему? Потому что он затрагивает самые такие глубинные вещи у человека. Одно дело посмеяться, что ты блондинка, или у тебя кофточка немодная. Блондинка может перекраситься, а кофточку можно поменять на модную. А вот если тебя обвинили, что ты такого-то этноса, и вы, вот этот этнос, вот все такие, вы ленивые, вы жадные, да, и так далее, и начинается, ну, как сказать, такая вот типологизация, да, как обобщение, вот вы все вот такие вот нехорошие, вот это уже то, что человек не может в себе изменить. Если я родилась казашкой, то я есть казашка. И когда затрагивают вот особенности культуры моего народа, значит, менталитета, конечно, мне становится обидно. Поэтому вот в этом плане то, что в межэтническом конфликте затрагиваются, вот основы, как сказать, ну, корни человека, который он изменить не может, поэтому этот конфликт обиднее, глубже, и его, ну, труднее разрешить, труднее так погасить, чем обычный конфликт. Кроме того, особенностью межэтнического конфликта является то, что он из индивидуального очень может быстро перерасти в групповой массовый характер. Например, когда, ну, где-то там в кафе, например, да, в публичном месте подрались представители двух разных этносов, и вдруг один кричит, да, зовет представителей, наших бьют, вот это вот наших бьют, сбегаются наши, и мы сразу начинаем противопоставлять нас каким-то другим представителям этносов. Поэтому вот эти вот, говорят же, массовые беспорядки, да, то есть эти вот беспорядки, они быстро приобретают такой групповой массовый характер. Это, конечно, нарушение общественного порядка, это, ну, серьезная общественная опасность, вот, вот миру, согласию, ну, обычному элементарному порядку, который должен существовать в обществе. Такие споры межэтнические очень трудно еще регулировать. Почему? Потому что если в медиации четко определены у нас стороны, например, вот муж с женой, два драчуна, да, или, например, два деловых партнера, в сторону у нас четко, понятно, можно их усадить за стол переговоров и провести с ними медиацию. То вот в межэтническом конфликте, когда тем более он разрастается, не дай бог, и приобретает вот такой вот групповой массовый характер, тут очень непросто определить всех участников, всех заинтересованных лиц, которые либо участвовали в этом конфликте, либо так называемой роли призраки, которые влияли, подогревали, может быть, этот конфликт. Поэтому медиатор, в данном случае он будет называться этномедиатор, он должен очень четко представлять, кого нужно, значит, выделять для переговоров, для участия в этой медиации, чтобы не упустить какого-то, так скажем, игрока, который может мешать, препятствовать вот урегулированию спора. Вот этномедиаторы у нас тоже, это новое направление среди медиаторов, недавно их стали только готовить, у нас в 2020 году был создан Институт этнополитических исследований, и при нем создан Центр медиации. Вот они, значит, где-то с прошлого года, можно сказать, второй-третий год проводят семинары по этномедиации и готовят пул этномедиаторов. Мне повезло вот в этом году дважды пройти у них обучение, два тура именно по этномедиации, где нам рассказывали, показывали особенности этномедиации, показывали исследование, так называемая семантическая карта Казахстана, где были исследованы, проанализированы, какие претензии различные этносы имеют друг к другу в Казахстане. То есть это все анализировалось в нашей социальной сети, вот такие открытые источники. Вот, например, взять тот же самый у нас наболевший вопрос, переименовывать Петропавловск или не переименовывать. С одной стороны, это, можно сказать, обычная, как сказать, бытовая тема, возвращение к историческим корням и так далее. Но почему-то она у нас периодически приобретает такой острый характер, типа, ах, вам что-то не нравится, да? Вот, понимаете, какой-то политический характер, я бы сказала, даже иногда с оттенком вот такой вот межетники. Хотя, можно же подойти к этому здраво-рационально и посмотреть, какие у нас были к этому исторические, скажем так, предпосылки, да? Как когда-то называлась эта местность, это поселение. И, значит, когда мы этот вопрос разрешаем, надо быть очень объективным, нельзя останавливаться, только взять вот этот один момент, зафиксировать и сказать, давайте мы будем считать только от царя Гороха. Как будто царь Горох у нас самый первый в мире, да? Да, царя Гороха тоже ведь, наверное, здесь проживало население, у них были свои эти этнические какие-то названия и так далее. То есть не надо этот вопрос политизировать. Поэтому вот это обучение на этномедиаторов, оно, сразу скажу, очень сложное. Почему? Потому что когда нам задавали вопрос, с какими компетенциями должен обладать этномедиатор, оказалось, что медиатор — это один набор компетенций, навыков, умений. А этномедиатор, он должен не только обладать всем этим набором, но он должен еще пойти дальше. То есть он должен, знаете, вот компетенции, или как сказать, навык, или вот свойства человека, он должен искренне быть искренним, он должен искренне уважать другого человека, независимо от того, к какому этносу он принадлежит. Он должен искренне интересоваться и изучать культуру другого этноса, знать обычаи, знать табу. Вот, например, недавно на площадке Ассамблеи народа Казахстана мы проводили встречу с молодежью, учащейся, и я задала им вопрос. Вот как вы показываете, когда у вас дела обстоят хорошо, и мне показывают большой палец двух рук обеих, вот так вот, я говорю, молодцы. Но я прошу вас быть аккуратнее с жестами. Почему? Потому что этот же жест, который у нас считается за показатель хорошего, благополучия, он оказывается в другом государстве, в Ираке, он воспринимается как жест оскорбительный. Вот ребята очень удивились. Так вот, это вот и есть как раз знание таких вот мелочей, вот этих табу, ограничений, запретов. Это тоже оказывается необходимым медиатору для того, чтобы он мог грамотно построить беседу с представителями различных этносов, чтобы он невольно не обидел никакую сторону, чтобы он не усугубил конфликт. Конечно, этномедиатор, когда работает, он работает не один, он может привлекать специалистов, он может привлекать, в частности, представителей этнокультурных объединений, то есть, чтобы они были того же этноса, что и конфликтующие стороны. Можно у них всегда спросить, поинтересоваться, как мне себя вести, а можно ли задать вот такой вопрос, не будет ли это оскорбительно и так далее. То есть, этномедиатор может пользоваться помощью, консультациями других специалистов и экспертов в этой области. Коль мы заговорили об Ассамблее народа Казахстана, хочется сказать несколько слов о том, какую роль Ассамблея народа Казахстана играет в становлении и развитии этномедиации. Поскольку этномедиация — это новое направление, сейчас Ассамблея народа Казахстана взяла на себя координирующую роль, потому что институт этот очень важный, он действительно становится актуальным. У нас, к сожалению, были какие-то инциденты на йоге страны, мы знаем, вот последние несколько лет, когда были массовые беспорядки. И мы не любим, конечно, об этом говорить и вспоминать, но анализировать и помнить об этом надо. Поэтому сейчас Ассамблея народа Казахстана акцентирует внимание не сколько даже на медиации, а именно на этномедиации. Потому что сама по себе Ассамблея народа Казахстана — это как раз и есть институт гражданского общества, созданный, возникший для того, чтобы регулировать вопросы взаимоотношений между различными этносами. Мы знаем, что наша страна полиэтничная, раньше мы говорили многонациональная, но сейчас эти термины «национальность» уже уходят в прошлое, это немножко некорректно считается. Надо говорить «этнос» этнический, это будет более правильным. Наша страна полиэтничная. Мы говорили, что у нас на территории Казахстана проживает более ста этносов, в том числе и на территории нашей области. Конечно, мы разные. Мы различаемся, у нас много общего, но есть у нас и различия. Так вот, мы должны это общее беречь, оно должно нас объединять, а наши различия, что они должны с нами делать? Должны ли они нас разъединять? Ни в коем случае. Ведь вот в этой разнице, вот в этих различиях между этносами и есть богатство нашей общей культуры, нашего народа Казахстана. Так вот, на площадках теперь АНК мы делаем акцент на обучении, основам этномедиации. Нельзя обучить любого человека за три дня, но какие-то основы привить, навыки общения, обращать внимание на то, какие симптомы носит межэтнический конфликт. Например, вот украли девушку. На нашем краю это не принято, а вот на юге Казахстана украли девушку. Она спрашивает, это может быть межэтническим конфликтом или нет? Оказывается, да. Если это представители различных этносов, и, например, для родственников девушки это гикий варварский обычай. Для родни жениха парня это нормальное явление, умыкание невесты. Поэтому вот эти вот различия нужно как-то уметь сглаживать, показывать сторонам, что здесь нет ничего оскорбительного. Здесь есть, конечно, какие-то недопонимания, могут быть. Так вот, если парень украл девушку из любви, большой и светлой, как говорится, вот это и надо суметь показать, разъяснить, но как-то вот урегулировать конфликт, чтобы он не перерос в конфликт между двумя вообще сторонами. Не между парнями девушка, а между их роднёй, между их близкими, между их знакомыми, чтобы они не говорили, «А, вот такие все эти дикие, вот они до сих пор пользуются какими-то там дедовскими обычаями». И роль Ассамблеи народа Казахстана здесь заключается в том, чтобы, во-первых, проводить обучающие мероприятия, семинары, тренинги. Кроме того, встречаться с нашим населением, особенно с молодёжью, в том числе со школьниками, с учащимися, чтобы им рассказывать об этом, разъяснять и наше законодательство, и то, что различия в культуре, в менталитете, в обычаях — это не то, что нас разъединяет. Это просто оттенки разных цветов. Ведь радуга тоже семицветная, но от этого она не становится менее красивой. Наоборот, она покоряет нас своей красотой, своим многоцветием, своим многообразием. Точно так же наш народ Казахстана, который состоит из представителей различных этносов, каждый может в копилку нашей общей культуры внести что-то своё, своеобразное. Ведь мы учимся друг у друга. Посмотрите, сколько у нас представители различных этносов уже учились, привыкли. Они знают слово «каза», «шужок», «наурес». То есть такие очень тёплые, хорошие слова и учиться друг у друга хорошему — это дел обогащает любого, любого из нас. Это коротко, если сказать об этномедиации. И хочется закончить тем, что этномедиация — это очень новый институт. Знаете, тут он очень проблематичный ещё. Мы, так сказать, нащупываем только ещё дорогу в развитии этого института. И хотя бы когда основы этномедиации разъясняем, мы ожидаем, что наше население, наша молодёжь, наши бизнесмены и так далее будут понимать, что мы разные, но мы вместе, мы едины. Что принадлежность к другому этносу не препятствует, не мешает дружить, общаться, жить вместе, делать что-то вместе, заниматься бизнесом. Вот так вот можно сказать об этномедиации в Казахстане. По результатам обучения первых групп у нас в Казахстане сформирован пул этномедиаторов, то есть специалистов, которые в случае возникновения конфликтов в межэтнической сфере могут что-то войти в этот конфликт, помочь, оказать какую-то помощь, сыграть какую-то роль в урегулировании споров. Конечно, хотелось бы, чтобы это знание было больше, так скажем, теоретического характера, чтобы не было межэтнических конфликтов, однако, тем не менее, этномедиаторы какую работу сейчас можем проводить? Профилактическую. То есть вовремя узреть зарождение межэтнического конфликта, вовремя этот конфликт остановить, не дать перерасти ему в межэтнический, не дать укрепиться ненависти, недоверию, между различными этносами. Вот это вот сейчас задача этномедиаторов и Ассамблея народа Казахстана вот в этом направлении теперь будет проводить работу. В частности, мы в этом году проводили семинар, трехдневный семинар основы этномедиации. В следующем году у нас тоже запланирован трехдневный семинар, при этом мы к обучению привлекаем представителей различных, так скажем, слоев населения. То есть у нас в семинарах обучаются представители правоохранительных органов, наши полицейские, наши участковые, акимы сельских округов, потому что они наиболее близкие к населению, знают проблемы. Далее, со сферой образования очень много, потому что это наша учащаяся молодежь. Молодежь должна знать тоже об этом медиации. Надо вовремя отследить и упредить в возникновении межэтнических конфликтов. Это, конечно, представители этнокультурных объединений, профессиональные и общественные медиаторы. То есть достаточно большой круг представителей, представителей, которые обучаются основам этномедиации и они, так скажем, становятся в наш потенциал, с которыми мы можем затем работать. То есть полицейский участковый, который прошел обучение этномедиации, он теперь видит не просто конфликт, правовой конфликт, он теперь может и узреть, что здесь что-то запахло, так скажем, межэтническим конфликтом, значит, надо не только самому разрешать этот спор, но и обратиться, например, в ту же Ассамблею народа Казахстана, сообщить об этом этномедиаторам, чтобы специалисты вошли в этот конфликт и вовремя смогли его остановить. Таким образом, завершая вот тему об этой медиации, хочется сказать, что работа ведется, работа большая, она незаметная, потому что нужно работать точечно, с различными слоями населения, с бизнесменами, с молодежью, с учащимися, с трудовыми коллективами. У нас большие планы в следующем году проводить встречи с населением и разъяснять, что такое этномедиация. Мы видим, какая непростая сейчас ситуация у нас с соседями, поэтому мы должны понимать, знать, что мир, согласие в обществе — это не просто слова, это необходимые условия для жизни, для развития каждого из нас. Поэтому желаю всем казахстанцам быть толерантными, уважать не только себя, но и других, относиться другим как к равным. Это уважение — это основа нашего взаимопонимания и дружного сосуществования. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова